Не так давно слова депрессия, психические атаки, эмоциональное выгорание у многих россиян считались выдумкой, ну а поход к психотерапевту и вовсе глупостью. Сегодня ситуация иная и забота о психическом здоровье у людей разного возраста становится положительным трендом. Так вот, о новостях в нейропсихиатрии в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, врач-психотерапевт, директор Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии Дарья Смирнова. И я, честно говоря, несколько волнуюсь по этому поводу, поскольку у нас такой большой ученый в гостях. Спасибо. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Напоминаю, что к нам в студию можно звонить, задавать свои вопросы. И, возможно, я напугала наших зрителей словом «нейропсихиатрия». Звучит действительно оно устрашающе. Но я думаю, что мы сегодня будем говорить о каких-то вещах, которые, наверное, касаются каждого из нас. И вы поможете нам разобраться в этих трудных лабиринтах. Вот психическое здоровье, прежде всего, это ведь не значит, что у человека нет психических расстройств? Это, наверное, более какое-то емкое понятие? Что такое психическое здоровье? В том числе включает в себя понятие психологического благополучия. То есть это не только отсутствие признаков, симптомов психических болезней и расстройств, генетических или стресс-обусловленных расстройств, но и состояние психического, психологического, психосоциального благополучия. То, что называется термином психическое здоровье или за рубежом международный термин «mental health», который сейчас активно произносится. Мы вот в быту, когда хотим кого-нибудь обидеть или оскорбить, говорим, ты ненормальный, ты псих. А вот эта самая нормальность, чем она определяется, и вообще понятие нормы, оно как-то меняется, потому что вообще все, что происходит в мире, меняется очень сильно. Может быть, уже и нормы другие, нормальности. Да, действительно, вы правы. И то, что мы видим сейчас, и то, что происходит на Западе, мы видим, что пересматриваются критерии в международных классификациях психических, поведенческих расстройств, пересматриваются критерии психических заболеваний. Один из примеров – это ситуация с трансгендерами, с гомосексуализмом. И то, что раньше считалось перверзией, то есть отклонением от нормы, начинает приходить в понятие нормы и пересматриваться в классификаторах. В основном это две зарубежные ведущие организации, которые определяют эти критерии на основании полевых, сложных и длительных исследований с участием специалистов и экспертов из всех стран мира. Первое – это Американская психиатрическая ассоциация, которая выпускает, собственно, очередное издание ДСМ классификации, так называемой, сейчас ДСМ-5, активная версия, и Всемирная организация здравоохранения, World Health Organization, WHO, которая выпускает международную классификацию болезней, которую мы используем в России в психиатрической практике. И там мы видим, конечно же, изменения. Сейчас мы работаем по старой версии, МКБ-10, но мы ждем 11-ю версию, которая во многом будет следовать изменениям, внесенным в классификацию ДСМ. То есть мы тоже увидим изменения нормы и психической патологии в МКБ-11. Странное поведение войдет в норму. Чем вы тогда будете заниматься? Тогда не будет, получается, отклонений. Психическая патология – это разная патология, разная по генезу, по причине возникновения расстройств. То есть есть органическая патология, когда есть повреждение головного мозга. Это могут быть психические расстройства вследствие инсультов, постинсультный период, афазии, нарушение речи, двигательные расстройства. И здесь уже неврологическая также патология, параличи, парезы. Это также патология генетическая. Мы знаем о таких заболеваниях, как шизофрения. И сейчас это называется расстройство шизофренического спектра, потому что шизофрения разная. И лица с шизофренией отдельные пациенты очень хорошо адаптированы в обществе, а некоторые социально дезадаптированы и находятся на инвалидности, и имеют постоянные персистирующие, как мы называем, присутствующие в их психическом статусе состояние, симптомы и синдромы, симптомы такие, как признаки расстройств, как бред или галлюцинации. То есть, да, они видят и слышат то, что не видят, не слышат здоровые люди. Или биполярное аффективное расстройство, которое раньше называлось маниакальный депрессивный психоз, когда люди переживают приступы эпизода депрессии и приступы мании, повышенного настроения, с повышенной активностью. И это расстройство генетически обусловлено, есть даже биологические маркеры, определяющие эти расстройства. И, естественно, эти расстройства не выходят из классификации. Также и стресс-индуцированные расстройства, невротические, связанные со стрессом расстройства, расстройства адаптации в результате хронически действующей психотравмирующей ситуации или острые психотравмы, стрессором могут вызвать депрессивные, тревожные реакции, паническое расстройство, социальные фобии. То есть все это, безусловно, остается в классификаторах и остается нам, в нашей жизни и нам. Я вот понимаю, что вы занимаетесь наукой и вряд ли сидите бесконечно на приеме, принимаете людей, составляете статистику, но тем не менее. Все-таки можете что-то сказать, а вот каково психическое здоровье жителей нашего региона? И вообще изменилась ли эта картина? Ну, с начала пандемии, наверное, не можем не говорить об этом, да? Безусловно, безусловно, здесь есть изменения и состояние психического здоровья населения и отдельных уязвимых групп населения. В частности, мы проводили большое мультизантеровое исследование, где мне доводилось играть роль главного координатора. Основным исследователем выступал профессор Константин Сфунтулакис, заведующий кафедрой психиатрии Университета Салоники. В исследование были включены группы, исследовательские группы из 40 стран мира. То есть мы могли и имели возможность сравнить психическое здоровье и его изменения в ответ на стресс пандемии ковид в этих странах. И общая тенденция действительно такова, что психическое здоровье ухудшилось, выросла распространенность и заболеваемость депрессиями, в том числе у лиц, которые раньше не имели психических расстройств. То есть не только наши пациенты отреагировали на пандемию уязвимой и уже ранее переживавшие состояние аффективных нарушений, депрессии, тревоги, но и пациенты впервые испытывали депрессию как клиническое состояние. Не сниженное настроение просто, которое может быть у нас в ответ на какие-то изменения и плохие новости, которые мы получаем, а именно изо дня в день присутствующее плохое настроение, сниженное настроение, оно может включать также в себя тревожный компонент или астенический компонент, усталость, слабость, вялость, раздражительность. Также моторный компонент, моторная заторможенность, двигательная скованность, то есть когда пациент не посещает фитнес-клуб, который раньше посещал регулярно и предпочитает оставаться дома, то есть снижается его физическая активность, что связано с депрессией. Это могут быть плохие мысли, в том числе суицидальные мысли, и мы тоже увидели этот выросший процент суицидального риска и суицидальных мыслей. Это не всегда суицидальные попытки или поступки, завершенные акты суицида, а это могут быть мысли о нежелании жить или о том, что жизнь не представляет какого-либо интереса. Феномен ангидонии, невозможности получать удовольствие от того, что раньше приносило, это тоже один из основных признаков депрессии. Депрессия за время пандемии увеличилась в 2,5-2,6 раз получается, в том числе в Самарском регионе и в том числе в России у нас было 9 тысяч ответов, то есть это так называемые большие данные, и это очень серьезный показатель. Ранее мы прогнозировали такой прирост депрессии только к 2030 году. Полтора года пандемии дали этот прирост в несколько раз. Также и тревожные расстройства, и другие психические нарушения мы также исследовали, и они возникли в ответ на стресс, неизбежный вот этой вот пандемии, и социальной изоляции как отдельный стресс. Вот мы сейчас вместе со всей бригадой выпуска поставили практически галочки по всем пунктам, которые вы называли, отметили, что да. Мы тоже у себя поставили. Друзья, если вы опоздали к началу программы, сегодня у нас в студии Дарья Смирнова, врач-психотерапевт, директор Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии. И, собственно, об этом центре-то я и хотела вас спросить. Вы же нам всем поможете, тем, кто поставил галочки. На самом деле, что это за центр вообще, что он из себя представляет? Наш центр, Международный научно-образовательный центр нейропсихиатрии, был организован в 2021 году до важных стрессовых событий в нашей жизни. Центр организован как структурное подразделение Самарского государственного медицинского университета по инициативе ректора Александра Владимировича Колсанова. Центр предполагает прирост компетенций в УЗИ по направлению нейропсихиатрии. И в нашем центре работает международная и междисциплинарная команда. Это и врачи-психиатры, и врачи-психотерапевты, клинические психологи, неврологи. То есть здесь мы объединяемся, интегрируемся с компетенциями IT-специалисты, программисты, генетики, биохимики, нейроэндокринолог. В наш центр трудоустроены четыре профессора из зарубежных стран. Профессор Флоран Стебо из Университета Декарта, Парижа, Франция. Профессор Пол Камен, который занимается нейровизуализацией, позитронно-эмиссионной томографии, магнитно-резонансной томографии, нейровизуализацией структур головного мозга. Он работает в Университете Берна в Швейцарии, также трудоустроен у нас в САМГМУ. Профессор Авинаш Десуза в Университете Мумбай в дружественной нам стране. Профессор Ксения Гонда, уникальный талантливый специалист и психолог, и нейроиммунолог, и психиатр, который работает в Университете Земельвейса в городе Будапешт, Венгрия. И благодаря вот такому составу, международному, мультидисциплинарному, можем решать самые разные задачи, в том числе формировать второе мнение и помочь справиться с проблемами и запросами, убрать эти галочки, запросы, о которых вы говорите. То есть всеми нашими силами. То есть не только с помощью нашей команды, с помощью нашего уникального человеческого ресурса, прошу прощения за такой термин, но и благодаря оборудованию, которое есть в нашем центре. И здесь же опять это уникальное достижение Самарского государственного медицинского университета. Как-то под руководством Александра Владимировича Колсанова, профессора Российской Академии Наук, был выигран престижнейший грант «Приоритет 2030», который позволил нам открыть двери в науку, которые раньше, ну, собственно, были для нас закрыты. Мы в этой студии уже слышали про этот грант, на самом деле. И, ну, можно сколько угодно называть слово «уникальное оборудование». Давайте мы это оборудование лучше сейчас посмотрим вместе с нашими зрителями. Ваши мне и побывали наши корреспонденты. Носите ли вы электрокардиостимулятор? Нет. Есть ли у вас какие-то металлические конструкции в теле? Нет. После опроса пациенты предлагают занять кресло аппарата для проведения магнитной стимуляции коры головного мозга. Сама стимуляция бывает низкочастотной и высокочастотной. Первая снижает активность мозга, вторая возбуждает. Этот аппарат применяется в психиатрии. Сама процедура практически безболезненная и занимает несколько минут. Когда ищут моторный ответ, немножко покалывает в области головы и ощущается, как дергает сначала вот эта кисть, и потом дергается палец. Сама процедура безболезненная. Просто сидишь, расслабляешься в кресле, специальная подушка по форму шеи головы. В целом очень удобно и комфортно. Данный метод широко применяется при различных неврологических и психиатрических патологиях. Если мы говорим о неврологии, это последствия инсульта, болезнь Паркинсона, некоторые случаи эпилепсии. Если мы говорим о психиатрии, то есть есть множественные исследования, которые подтверждают эффективность МС при шизофрении, при депрессии. В Международном научно-образовательном центре нейропсихиатрии Самарского медуниверситета специалисты применяют различные экспериментально-психологические методы исследований, в том числе и нейропсихологические. Они позволяют раскрыть механизмы психических расстройств, выяснить, что является первичным, а что – вторичным нарушением. Например, пациенты предлагают разложить карточки определенного размера и цвета в хронологическом порядке. Как правило, эти методики используются для того, чтобы оценить когнитивные функции, память, внимание, интеллект, мышление, а также еще и позволяют определить эмоциональное состояние пациента и его личностные особенности. Эта информация используется потом для построения психокоррекционных программ и программ реабилитации пациента. В центре изучаются биомаркеры психических расстройств и планируется создание тест-систем для оценки эффективности и безопасности фармакологической терапии. Вот какой вопрос пришел в голову после просмотра этого сюжета. Мы с вами уже начали говорить пандемию, депрессии, к чему это привело. И в это же время социологи отмечают увеличение продажи антидепрессантов. Сейчас их очень любят назначать неврологи. Но правильно ли я поняла, что вот исследования ваши посвящены тому, что не любой препарат и не любому человеку можно назначать? Речь идет о каком-то индивидуальном подходе, если я правильно поняла? Совершенно верно. Речь идет о индивидуализированном, персонализированном подходе. И как общая тенденция сейчас в медицине и в исследованиях мы двигаемся от точной и персонализированной медицине к индивидуализированному подходу. То, что мы изучаем, мы изучаем биомаркеры психических расстройств, депрессии при биполярном аффективном расстройстве, шизофрении, и в том числе эффективность и безопасность антидепрессивной терапии. Действительно, один и тот же препарат в одной и той же дозировке может сработать и не сработать у разных пациентов. Это может зависеть от его генетических особенностей. Это так называемые термины, которые определяют пациентов как быстрых метаболизаторов или медленных метаболизаторов. Например, мы назначаем пациенту препарат, и он действует с малой дозы. Или при этом развивает большое количество побочных эффектов. Или препарат не действует вообще, и 50-70% пациентов относятся к умеренным метаболизаторам, то есть как раз пишутся инструкции именно для этой категории лиц. Но мы имеем 10-15% лиц с обеих сторон вот этой оси, когда мы можем не иметь эффект антидепрессанта, или мы можем иметь сразу интенсивный побочный эффект. То же самое в отношении дофаминергических препаратов, антипсихотических препаратов. И наша задача создать фармакогенетические тест-системы, которые позволят определить эффективность и безопасность психофармакотерапии. Когда мы можем буквально взять каплю крови пациента, тест-полоску, и определить, будет ли этот препарат или эта группа препаратов работать. И это очень важно и с фармакоэкономической точки зрения, потому что в психиатрии мы всегда долго подбираем препараты, исходя из клинического статуса пациента. Здесь же мы можем уже использовать биомаркеры и понимать, работает препарат и работает ли он безопасно для данного пациента. Вот эти исследования, они очень важны. Это одно из важных направлений, собственно, в науке персонализированной психиатрии и в общей медицине сейчас. Также в онкологии тест-системы сейчас тоже разрабатываются очень активно, в том числе у нас в университете. Человек с психическим расстройством, он ведет себя несколько иначе, чем в обычном своем состоянии. Он иначе двигается, иначе, наверное, говорит и иначе пишет. Вот я знаю, что у вас есть исследования лингвистические. Вообще, что общего между психиатрией и лингвистикой? Спасибо за этот вопрос. Это мое самое любимое исследование. Собственно, диссертация была посвящена лингвистике и клинико-лингвистическим маркерам депрессии. Действительно, речь – это, собственно, психическая функция. Как мы знаем, психические функции включают в себя память, мышление, интеллект, речь, речевой феномен. И в речи мы тоже видим отражение психической и слышим отражение психической патологии. Наши исследования по депрессиям показали, что, например, люди с легкими депрессиями чаще употребляют местоимения личные. Я, мы, мне, мое. Если мы возьмем объем текста и посчитаем количество слов, то мы увидим, что по сравнению со здоровыми лицами личных местоимений, вот, пожалуйста, лингвистический подход количественный, будет больше. Или, например, лица с депрессиями употребляют больше, используют в своей речи больше глаголов в прошедшем времени по сравнению с глаголами в будущем времени. То есть они как бы застревают в прошлом, в своих неудачах или в своих попытках справиться с состоянием. И это можно оценить с помощью объективного маркера оценки речи. В том числе это можно использовать в мобильных приложениях, когда пациент разговаривает и автоматически ведется подсчет слов. И приложение может сигнализировать о том, что у пациента снижено настроение, или оно уже граничит с клинической депрессией. Ему стоит обратиться к психологу, к психотерапевту или даже к психиатру, если это депрессия среднего или тяжелого уровня. Лингвистический метод и метод, собственно, сейчас машинного изучения речи, автоматизированного анализа речи, применяется во многих психолингвистических, пато-психолингвистических исследованиях за рубежом. Часто анализируют посты в социальных сетях. И, например, одно из исследований показало, что увеличение количества постов в социальной сети может свидетельствовать о депрессии. Определенные слова, которые мы видим в постах, тоже могут свидетельствовать о депрессии. И на Западе они в том числе верифицировали суицидальные риски, анализируя посты в социальной сети. Не называю социальные сети названия. Это можно все почитать в работах, это есть в интернете, в открытом доступе. Еще необыкновенно интересно было бы узнать после этого, каким образом это можно корректировать. Но это тема следующего нашего с вами эфира. А сейчас нам остается попрощаться со зрителями. Я благодарю вас за такую интересную беседу. Благодарю вас. Увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания.